Привет! Сегодня мы продолжаем изучать типы данных. С вами все так же Даша Фокина и Теплица социальных технологий. На прошлом занятии мы изучили текстовые и числовые типы, познакомились с типами времени. Сегодня мы продолжим изучать остальные типы, будем создавать выпадающие списки и добавлять вложения в таблицы. Списки бывают чрезвычайно полезными, при необходимости ограничить допустимые значения предзаполненным перечнем. Например, когда мы создаем поле статус задачи, логично, чтобы в нем можно было выбрать только статусы новое, в работе и закончено. Поехали! Вернемся к нашему НКО-альтруист и посмотрим более актуальные для нас примеры. Я немного дозаполнила нашу пустующую таблицу, чтобы она стала поживее. Начнем с полей типа выбора. Первый тип – Single Select. Это поле единичного выбора. Оно позволяет выбрать из выпадающего списка единственный возможный вариант. Оно идеально подходит для поля Пол, с выбором между М, Ж и другое. Их можно маркировать цветом, а можно не маркировать. Мне больше нравится разноцветный вариант. Введенные значения можно упорядочить по алфавиту или изменить порядок вручную, зажав иконку в начале строки и потянув выбранное значение вверх или вниз. Сохраним и посмотрим, как это выглядит. Нажимаем на ячейку и выбираем пол сотрудника. Прекрасно. Если в поле типа единичный выбор попробовать ввести новое значение, то оно заменит старое. Если в организации не так уж много должностей, то можно сделать поле должность данного формата. Заметьте, должности у нас уже проставлены. Что мы делаем теперь? Теперь редактируем в поле должность тип с сингл лайн текст на сингл селект. Сохраняем. А дальше случается магия. Наши текстовые значения заменяются значениями из списка, который был сформирован автоматически, на основании уже существующих значений в поле. В начале списка есть поле поиска, куда можно начать вводить желаемое значение. Допустимые для выбора варианты отфильтруются в соответствии с введенным значением. Введем бух и найдем бухгалтера. В общем, логика ясна. Если вдруг у вас завелась новая должность, например, появился медиа-отдел, для которого вы наняли СММ-специалиста, нужно добавить его в список должностей. Для этого существует два способа. Первый – начать вводить нужное значение в ячейки. Airtable не найдет введенного значения, а предложит его добавить. Соглашаемся. Вуаля. Вариант добавлен и автоматически подставлен в поле. А второй – открыть меню настройки поля и воспользоваться кнопкой Add an Option. Тут же ненужный вариант можно удалить, нажав на крестик рядом с ним. Важно запомнить, что только пользователи с уровнем прав креатор и выше могут добавлять и удалять новые атрибуты, потому что это считается редактированием атрибута. А у редактора нет прав на изменения такого рода. Кроме одиночного выбора, есть поле множественного выбора – Multiple Select. Поле множественного выбора во многом похоже на поле одиночного выбора. Оно позволяет выбирать параметры из выпадающего списка, которые формируются совершенно аналогично списку для одиночного поля. Однако, в отличие от Single Select поля, здесь в каждой ячейке можно выбрать столько параметров, сколько захотите. Давайте продемонстрируем, как это работает на таблице с подопечными, которую я создала заранее. Проставим нашим подопечным диагнозы. Поле с диагнозом я также создала заранее. Проставим подопечному диагноз RAS, то есть расстройство аутического спектра. Мы можем добавить еще несколько диагнозов, нажав на кнопку «плюс». Добавление нового значения в поле не удалит ранее выбранное значение, а добавится к первому. В поле типа Single Select, в отличие от поля типа Multiple Select, второе значение бы заполнило ячейку, а первое бы удалилось, как я это уже говорила ранее. Останемся в таблице с подопечными и рассмотрим поля типа Checkbox. Checkbox удобно использовать для разметки значений атрибута, способного принимать лишь одно из двух значений – да или нет, правда ли ложь. Меню настройки поля содержит только одну настройку – стиль флажка, которая нам, впрочем, недоступна в бесплатной версии. Давайте добавим признак участия в образовательной программе. Там мы можем разметить, кто из подопечных сейчас занимается с тьютором, а кто нет. Далее рассмотрим вложения. Мы можем добавлять документы разного формата и фотографии в поле типа Attachment. Поле позволяет прикрепить один или несколько файлов непосредственно к записям AirTable. Меню поля не содержит настроек, зато при выборе ячейки предлагает добавить в него вложения стандартным drag-and-drop методом или нажав на кнопку «плюс». Во втором случае откроется окно с огромным количеством опций. Мы не будем рассматривать все их отдельно. Вы сами справитесь с этой задачей при необходимости. Кроме того, файлы не обязательно добавлять по одному. В AirTable доступна множественная загрузка файлов, что мы сейчас и сделаем. Добавим несколько случайных фотографий в качестве фото для одного из наших подопечных. Итак, после того, как файлы добавлены к записи, они становятся доступны в таблице. При выборе файла вы увидите кнопки для того, чтобы отредактировать, скачать или удалить файл. Если файлов несколько, их можно менять местами в ячейке. И еще раз напомню, что эти файлы не обязательно должны быть фотографиями. В таблицах запросто можно хранить сканы документов или сами документы, макеты дизайна интерфейсов или архива. Никаких ограничений на формат нет. Итак, сегодня мы научились создавать поля выбора – чекбоксы и вложения. Эти поля, ну, очень часто пригождаются в работе. При этом они интуитивно понятны и легко создаются. Чего не сказать о полях типа ссылка, с которыми нам предстоит столкнуться на следующем уроке. Как правило, они вызывают больше всего паники и непонимания у пользователей. Надеюсь, что непонимание – это не про нас. До встречи на следующем занятии. Субтитры создавал DimaTorzok